Всем привет, ребят! С вами Аван, вы на канале Александр Саван. Сегодня у нас будет новый влог, поход в торговый центр «Халаш» и магазин «Лента» в поисках этой черной Мазды RX-7. Ну и новый Hot Wheels, естественно, которые будут, ну, самые новые, которые, вот. И посмотрим, что там вообще нового по моделям, что нового из Hot Wheels особенно посмотрим. Поэтому погнали. И напишите прямо сейчас в комментарии, найдем ли, как вы думаете, найдем ли мы Мазду или нет. Погнали! Это новый этаж «Епиксар» и я нашел дерби-кар. На самом деле все очень-очень плохо. Ладно, шучу-чу. Конечно же... О, новый вот «Майнкрафт». Блин. Мазда нет, короче. Это фигово. Это прям... Это прям грустно. Но зато есть новый «Дигфут». Давайте посмотрим. Роджер-Доджер. Так. Вот, блин, как бы вот как до тут дотянулся, чтобы ничего не свалить, а? Какого хрена? Тут такие маленькие... Маленькие простуды. А, вот. Так, ну... Ух ж ж ж ж ж... Я хочу серую тачку, вот эту серую тачку. А ее там в конце нет, да? Я хрен продаю, ты посмотри. Ну да, это не она. Так, тупаки. Давайте посмотрим тупаки. Там ничего нового нет. О, прикольно, кстати. Я бы его хотел... Ё-по-ю-мать, по карте аж... 800 рублей скидка. Охренеть. Так. Четвертинка. Пародия на HotWiz Premium. Там еще есть... Вот такая вот тачечка. То есть вот такая вот тачечка. Так. Мажорез. Угу. Обязательно. Понятно. Блин, Mazda нету с вами, да, ветхи голова. Но есть кое-что. Вот она. Блин, крыша она офигенная все-таки, а? Просто кайфачка. Просто кайф. Это прикольно. Так. Тут нет трезер хампа. Наверное, нет. Обновочка получается. Ни одной Mazda, серьезно. До сих пор ни одной Mazda нет. Да как так? Это что? Ух ты ж, ни фига себе, ретель. Капец. Долбаная Mazda. Да хрена нет вообще, ни хрена нигде. А! Фак! Тут тоже нет. А тут даже ни хрена нет. Короче, Mazda нет. Вот Viper есть. Блин, ну это жестко, конечно, что Mazda нет. Но будем искать дальше получается. Сейчас идем в бюро Амерли. Нам нужна зеленая или желтая краска. Индивидуальная защита, применение которых установлено Оржение обязательных правил поведения в период режима повышенной готовности предусмотрено... Вот это вот я возьму цвет весенней зелени. Мои любимые счетчики. Мои любимые счеты. Мои любимые счеты. Продолжение следует... 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 К сожалению, Mazda RX-7 я не нашел, но зато я нашел второй монстр трак с уже вот такой вот обновленной плюшкой. И я предлагаю его распаковать. Это как раз та плюшка, которую я хотел. Мне получается с плюшками осталось еще вот как раз вот эти вот два монстр трака. Я завершу коллекцию монстр траков с новыми плюшками пока что. Давайте его распакуем. Так. Так, сам монстр трак. Ооо, это вот такая эпичная пожарная машина в ливреи пожара. Вот, если это можно так сказать. Вот, со значком, кстати, Treasure Hunt. Вот значок Treasure Hunt. Такая в ливреи пожара. Очень вкусный запах от резины такой добротный, от бигфутовской резины. Поднимается лестница. Все как положено. Это мой первый бигфут пожар. Пожарная машина. Вот. Фаертрак. Очень прикольный. Фаер... Монстр трак, фаертрак. Очень прикольная тачка. Прям реально красиво сделана. Такая пожарная тачка. Следующая. Самая интересная. Я очень хотел это посмотреть. Вот оно. Вот там. Ооо. Слушай, она такая необычная. Тут прям такая... Тут такое... Так, это спидбамп. Просто, смотрите, жопу помяли. Просто крышу просто сплющили. Тут вообще жесть. Бока мятые. Морда мятая. Капот помятый. Крыло. Короче, тупо плюшка. Это плюшка. Но это выглядит эпично. Вот просто такой... Вообще, я просто вообще взял. Проехал на пофигах. Вообще ништя. Короче, это очень крутая плюшка. Это новая тачка в коллекцию. Прям реально крутая такая. Раздарванная вторая тачка в коллекции. Именно уже из новых плюшек. Давайте её вот сюда поставим. Вот так. Ну а следующее. Это уже ближе к инструментам. Это прям тоже классно получилось. Сейчас я вам покажу, что по дешёвке. Там рублей по 60, по-моему. Вот. В Леруа Мерлен. Удалось найти. Давайте посмотрим. Так. Отближаем. И начинаем. Естественно. Ну, вот это вот. Сиановская краска, пацаны. Сиановская краска. Зелёный цвет для одной диорамы с Monster Truck. Очень круто выглядит. Поэтому вот такой сиановский зелёный цвет. Называется это весенняя зелень. Поэтому, короче, эта краска отправляется ко мне. Получается к таким баллончикам с краской. Давайте дальше. Дальше. Это у нас... Это у нас то, что я очень давно хотел себе приобрести. Это у нас, ребята, лобзик. Это вот то, что мне не хватало. Лобзик. С очень жёсткой пилой. Такой очень крутой лобзик. Металлический. Не погнутый, кстати говоря. Немножко пог... Не знаю. По-моему, нет. Короче, офигенный лобзик. Вот такой лобзик. Вот с такой рукояткой. Рукоятка Missile. Вот. Но выгодят прикольно. Поэтому лобзик вот такой вот офигенный. 200-миллиметровый лобзик. Так. Продолжаем. Давайте посмотрим, что там есть дальше. Дальше есть вот такая вот штука. Это набор пилок для ножовки от Dexter фирмы. Вот. Набор пилок для ножовки. Это полезная штука. Просто её откладываем. И есть ещё кое-что. Есть ещё наждачка. Для одной диорамы мне понадобится. С красным цветом. Вот такая вот зернистая. Крупно зернистая. Кстати, вот скриньте, если кому-то интересно, заставку поставить. Потому что, мне кажется, красиво выглядит. Можем вот так увеличить. Посмотреть зернистость. Так. Давайте-ка посмотрим, что там. Это 180-ка, короче. 180-ка очень плотная такая. Для диорамы подойдёт. Следующая. Это. Вот такая вот очень важная штука для лобзика. Это полотна для ручного лобзика. 130-миллиметровые. Сделано в России. Такие я покупал ещё в пятом классе на технологию. Это офигенные такие штуки. Очень, кстати, классные. Очень прочные. Поэтому вот такие вот запакованные в такую бумажку. Но очень прикольно выглядят. Вот такие вот полотна для ручного лобзика. Это прям кайфушка. Следующие. Это у нас... Вот сегодня у нас пиление. Это я взял вот такой купон. Не знаю, правда, когда он будет активирован. Потому что, как бы, ну, тут вы сами видите цены. Я не знаю. Короче, я не знаю. Может быть, это вообще... А, ну, да. Это точно не будет. Потому что под 2 мая этого не будет точно. Это можно выкинуть. Окей. Так. О! Вот это классная штука. Это у нас... Что это у нас такое? Это у нас... Как это называется? Что это такое? Я забыл. Короче, это... Типа пила по металлу. А, маленькая ножовка. Вот. Это маленькая ножовка. 150-миллиметровая. Вот такая маленькая, что можно его вот так пилить. В принципе, я думаю, это удобная штука. По металлу тоже подойдет. Очень прикольно сделана. Такая металлическая ручка. Маленькая ножовка. Мне кажется, она будет хорошо себя вести. Такая вот ножовочка. Полезный инструмент. Я давно хотел себе купить ручной, предельный инструмент. И вот самое последнее. Это то, что я никогда еще не пробовал. Очень хочу попробовать. Это декстеровская. Вот такая вот ножовка по металлу. Или по дереву, по-моему. Короче, вот такая классная штука. Ей можно вот так пилить. Очень удобная, наверное, будет. Я думаю, что это будет очень удобно. 150-миллиметровая ножовка. Ручная. Вы как пистолет. В общем, но прикольно выглядит. И мне прямо она очень нравится. В общем, инструментики я сейчас разберу. Давайте их прямо при вас разберем. Хотя, куда я их разберу-то? Ну, давайте попробуем их распаковать сначала. Ну, это я уж, короче, без вас сделаю. Ну, а, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу. Вокат, ссылка в описании. С вами был Иван Иванов. Были на канале Санитч Саван. Всем пока. Очередной влог закончен. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Ждите новых влогов в поисках черной Mazda RX-7. Всем спасибо. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok